На игру с Сатурном хозяева вышли в оптимальном составе и с огромным желанием и настроем на победу. Ведь любой результат, кроме положительного, практически лишал Анжи возможности зацепиться во спасительное 14 место. И уже на третьей минуте хозяева праздновали успех. Величко, откликнувшись на передачу круглоса, головой пробил влево от чужого угла. Победя в счете, махачкалинцы ушли в оборону и до перерыва грамотно отбивали атаки раменчан. В начале второго тайма Анжи мог удвоить счет, но опасный прострел Велички ликвидировал игру Сатурна Ляпкин, переведя мяч на угловой. Через 4 минуты все тот же Величко прорвался по центру, но был остановлен рубежей, правда с нарушением, за что был наказан желтая карточка. Казалось, еще немного и хозяева добьются своего. Как это часто бывает, мяч летел в противоположные ворота. Горшков с правого фланга прострелил в штрафную Анжи, где Медведев оказался расторопный в Аббичи. После забитого гола гости перехватили инициативу на 66-й минуте. Медведев мог вывести Сатурн вперед, но его удар со штрафного армии Шевтеру и Рену на угловой. Хозяева ответили тут же. Величко начал атаку, сыграл на Агаларова, который, освободившись от опекуна, навесил штрафную. Для вездесущей Величко не сумел переправить матч в ворота. Матч, закончившийся в ничью, позволил Сатурну продолжить борьбу за 4-е место. А вот Анжи, скорее всего, следующий сезон начнет в первом дивизионе. Анжи забыла первый гол, потом, естественно, сыграла более строго в обороне, большими силами оборонялась, остро контратакуя. Естественно, в втором тайме, когда мы забили мяч, можно сказать, довольно-таки курьезный. У нас Медведев такие мячи практически все время забивает. Мы где-то перехватили инициативу, и вроде такое впечатление сложилось, что мы где-то должны дожать. Поэтому такое парадоксальное, последние 10-12, а Анжи включил какие-то сверхресурсы нашли, что у меня была полная неожиданность, я думаю, для моей команды. И чуть-чуть, не дожали, хотя были подходы, очень опасные стандарты были. Нам, конечно, очень хотелось выиграть. Ну, мне, естественно, надо играть такого тренера, как Горджима Солидовича, но не получилось. То, что касается очередного гола в нашей ворота, то, с одной стороны, ну, очередного гола такого варианта. У нас уже не первый случай подряд. Серия-таки голова у нас есть в домашних матчах. Ну, здесь, видимо, есть какой-то элемент случайности, но, видимо, еще и есть нехватка каких-то качеств у игроков, которые в такой ситуации все-таки должны находить другие решения и принимать другие решения и действовать несколько иначе.